Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хтанзейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Происшествие на реке со смертельным исходом. 26 октября в районе Наринмара опрокинулась аэролодка. Внимание! Человек с белой тростью. В Ненинском округе проходит традиционная акция по привлечению внимания участников дорожного движения к людям с ограниченными возможностями. Гости из Черногории. Каким Ненинский округ видят жители других стран, которые приезжают сюда впервые? Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Происшествие на реке со смертельным исходом. 26 октября в районе Наринмара опрокинулась аэролодка. Сигнал о происшествии поступил от очевидца, после чего на место ЧП выехали спасатели. По факту было выявлено, что маломерное судно, воздушная подушка «Бриз», перевозя пассажиров с села Тельвиска, допустила опрокидывание. Судоводитель не справился с управлением. Выскочил на открытый водоем со льда резко. Поэтому маломерное судно перевернулось. В результате чего один гражданин 99-го года рождения погиб. Второго удалось спасти спасателям. Второй пассажир был доставлен в Ненинскую окружную больницу. Сейчас здоровью человека ничего не угрожает. По данному факту проводится следственное мероприятие. Сотрудники МЧС рекомендуют придерживаться правил транспортировки маломерных судов. Выезд на неокрепший лед на данных судах является опасным. Происходит намерзание льда на винтах. Сама подушка обмерзает. Поэтому как раз и возможны такие происшествия. Возможно, опрокидывание судов, заклинивание винтов. Ну и другие происшествия. И теперь информация об эпидемиологической ситуации в регионе. По информации портала stopcoronavirus.rf 15 новых случаев заболевания COVID-19 выявили у жителей Заполярья за минувшие сутки. 32 пациента прошли курс лечения и выздоровели. С начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 2673 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 2511 человек. В регионе зарегистрировано 60 летальных исходов от коронавируса. По информации регионального управления Роспотребнадзора, в настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 206 человек. Еще у шести пациентов коронавирус был подтвержден результатами исследования методом ИФА. В целом на лечении в регионе находится 212 человек. Из них стационарное лечение получают 53 человека, амбулаторное – 159. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 1129 человек. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Пять муниципалитетов НАУ победили в конкурсе по инициативному бюджетированию. В Департаменте внутренней политики НАУ подвели итоги конкурса по поддержке местных инициатив. Финансирование получат семь проектов. В общей сложности между муниципалитетами распределено более 5 миллионов 800 тысяч рублей. Это второй конкурс по инициативному бюджетированию в 2021 году. В поселке Искатели на средства субсидии благоустроят общественные территории в районе детского сада «Гнездышко» и в районе между Центральной поликлиникой и ТЦ «Хороший». В Шоне проведут работы по строительству и ремонту деревянных тротуаров. В Красном установят травмобезопасное подкрытие на детской игровой площадке и обустроят общественную территорию. В Харивере приобретут и установят уличную сцену для проведения культурно-массовых мероприятий. В Каратайке создадут места для накопления твердых коммунальных отходов. Всего на второй конкурс по инициативному бюджетированию в 2021 году поступило 13 заявок. Добавлю, конкурс по инициативному бюджетированию проводится в Ненецком автономном округе с 2017 года. К настоящему времени реализовано более 80 проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований. Бич 21 века – ожирение. Этой теме по всему миру уделяется особое внимание. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается 650 миллионов взрослых старше 18 лет и более 120 миллионов детей, страдающих ожирением. Заболевание способствует развитию множества осложнений. О том, как бороться с недугом, в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Ожирение – заболевание, которое характеризуется излишним накоплением жира в организме, которое, в свою очередь, приводит к увеличению массы тела. Причины недуго различные. Помимо медицинских, это наследственный фактор снижения физической активности, а также нарушение питания. Питание у нас стало более свободно. Можно что хочешь, что купишь. Дальше оно более рафинированное. То есть не столько, как натуральное. Больше всяких вкладок туда, заменители и прочее. Вот такие вещи, искусственные добавки. Поэтому здесь, да, то есть это усиливает вкус, вызывает больше аппетит. Особенно сейчас проблема стоит в ожирении детей. Их увеличилось. Ожирение у детей увеличилось в три и больше раза. В 21 веке на фоне ожирения у детей стал выявляться диабет второго типа. Специалисты видят проблему этого заболевания в крайне небольших физических нагрузках и несбалансированном питании. Когда я стала работать здесь, было всего 50 человек больных диабетом второго типа. Первый мы не будем брать, потому что там вес не такой. Сейчас у нас больных в округе 1500 человек. Ну там с гаком еще небольшой. Из них основная масса 80%, 85% это второй тип. И из этих процентов примерно 60 с лишним это диабет на фоне ожирения. Зачастую масса избыточной жировой ткани превышает вес всех внутренних органов более чем в 2-3 раза. Вследствие этого в них возникает кислородное голодание. В данном случае сердце пытается компенсировать этот негативный фактор, из-за чего возникают сердечно-сосудистые и другие заболевания вплоть до онкологии. Это не только гипертоническая болезнь ИБС. Здесь уже повышенная, я уж по пути говорю, и повышенная глюкоза, то есть сахар, да? Здесь уже идут нарушения со стороны глаз, со стороны почек, со стороны нижних конечностей. Вот недавно мы оперировали женщину тоже с диабетической стопой и так далее. То есть инвалидность большая, затруднения такие. Чтобы избавиться от ожирения, необходимо незамедлительно обратиться к медикам. После обследования и выявления причины заболевания врач назначит лечение и даст дополнительные рекомендации по правильному питанию и физическим нагрузкам. Тут на помощь приходит тренер. Вот здесь ситуация. Человек спокойно идет, размеренными шажками никуда не спешит. И мы учитываем все такие проблемные зоны. Есть травмы, есть какие-то болезни, есть какие-то вопросы, которые вообще, ну, грубо говоря, связаны где-то больше даже с медициной. Все мы это учитываем. И только богатый опыт тренерский, да, он, жизненный даже опыт, он позволяет обходить вот эти сложные ситуации, сложные моменты и правильно нагружать, давать правильные нагрузки, правильно строить программу тренировочную, тренировочного процесса. При этом тренер объясняет, как именно питаться. Вводит небольшие изменения в рацион, чтобы не усугубить состояние человека. Из дня в день, из месяца в месяц человек улучшает свои кондиции, улучшает свое физическое состояние, моральное состояние, идет потихонечку вверх. Значит, примерно через год мы можем говорить о том, что человек сам, сам его организм будет ощущать, что какие-то продукты, которые он раньше употреблял, и заметьте, у него не было повышенного обмена веществ, расхода этих калорий, будем говорить, он уже будет отказываться от этих продуктов, и мне легко тогда уже легче, будем так говорить, говорить с человеком. Ну вот ты уже должен подвигаться к правильному питанию. Следом в борьбе с ожирением идет антицеллюлитный массаж. Достаточно жесткая силовая процедура. Однако в результате получаем приятный бонус. Тонус кожи повышается, она становится более эластичная, подтянутая. Выходит лишняя вода, убираются сантиметры. Это особая методика массажа. Его цель в первую очередь – усилить кровоток, снабдить ткани, которые застоялись жировыми клетками, кровью, усилить отток лимфы, лимфодренаж, ускорить движение жидкости. Поэтому все движения в антицеллюлитном массаже, они силовые, направлены на то, чтобы адипоциты, жировые клеточки, они как бы проснулись, вышли наружу. Мы их выталкиваем. Процедура включает в себя ручной и баночный массаж. Используется техника выжимания. Хочу сказать, что да, есть болевые моменты. Всех предупреждаю, когда начинаю делать массаж. Будет больно, это нормально, потому что это лимфодренаж. Да, мы тянем нашу кожу. Будут синячки, будут линии, линии проходящие. Они на первый этап. Кожа у всех чувствительная, разная. У кого-то пальчиком ткни, и уже синяк. А кому-то достаточно, вот мы сделаем лимфодренаж баночный. Одна-две процедуры через день, и уже никаких синяков нет, и повторов нет. Чтобы достичь желаемого эффекта, необходимо пройти курс из 10-15 процедур. Добавлю, 11 октября по всему миру отмечается День борьбы с ожирением. Традиционно учреждения здравоохранения организуют мероприятия профилактической направленности, лекции, семинары, раздачу наглядной информации. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Леонид Шишлов, Телеканал «Север». С 1 сентября для молодежи России появилась новая возможность бесплатно посещать различные культурные мероприятия. Ненецкий округ не стал исключением. Экскурсии, концерты и посещение театра. Молодежь теперь может просвещаться за счет средств федерального бюджета. Подробности смотрите в следующем сюжете. Пушкинская карта предоставляется молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. То есть тем, у кого уже есть собственный паспорт, который требуется для регистрации на портале госуслуги. Обладатели Пушкинской карты смогут ей пользоваться не только в пределах региона, но и по всей стране. Все это сделано для того, чтобы приобщить молодое поколение к культуре. Пушкинская карта – это проект, который направлен на культурное просвещение молодежи. То есть он был запущен 1 сентября. И по факту это обычная платежная карта системы МИР, которая на балансе имеет 3000 рублей. Эти деньги нельзя обналичивать. Их можно потратить только в специальном приложении, на сайтах или в кассах культурных учреждений. К просветительской программе в округе присоединились музейные объединения и дворец культуры Арктика. Это ведущие учреждения по своей направленности. Они первыми в регионе у нас запустили электронную продажу билетов на свои мероприятия, что является неотъемлемой частью технического задания на подключение к Пушкинской карте. И первыми установили специальное оборудование для продажи билетов по Пушкинской карте. Условия получения Пушкинской карты просты. А сама регистрация не занимает много времени. Нужно зайти на портал госуслуги, затем скачать приложение госуслуги культура. В нем можно получить виртуальную карту. Для тех, кому хочется иметь физический экземпляр, пластиковую карту можно будет забрать из почта банка. Копить денежные средства на карте нельзя. В конце 2021 года неиспользованная сумма сгорит, а с 1 января 2022 на счету вновь появится 5000 рублей. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Внимание! Человек с белой тростью. В Ненинском округе проходит традиционная акция по привлечению внимания участников дорожного движения к людям с ограниченными возможностями. Участие в мероприятии приняли юные инспекторы дорожного движения. Ольга Русул продолжит. Лесозаводской мост – достаточно загруженный участок дороги. Утром поток движения здесь особенно активный. Первым на обочину с белой тростью выходит председатель регионального отделения общества слепых Борис Бажуков. Переходить дорогу вне пешеходного перехода достаточно опасно. Наши инвалиды, как сказать, мы когда понимаем на учет, сразу даем трость и говорим, если складные трости, они всем хороши, что у меня она телескопическая, а у нас есть, которые складываются, ее перешел дорогу, положил в карман. Потому что если где-то шибут лицо с ограниченной возможностью по зрению, и он будет без трости, то все проблемы на него спишут. А с тростью уже водители несут ответственность. Традиционно участие в акции «Белая трость» принимают и юные инспекторы дорожного движения. Ученик четвертого класса Савелий Ключников раздает водителям памятки. Мальчик считает, что лишний раз привлечь внимание к проблеме будет не лишним. Мы сегодня раздавали листовки водителям. А что там в листовках написано? Про то, что бывают люди с белой тростью, которые не могут видеть и могут везде перейти дорогу, не только по пешеходному переходу. Ребята не только раздают памятки, но и проверяют сознательность автомобилистов. Переходят дорогу по пешеходному переходу. Чтобы некоторые водители не нарушали правила. Есть водители, которые нарушают правила дорожного движения. И им напоминать можно, чтобы они не вспоминали. Юные инспекторы дорожного движения – постоянные участники разнообразных акций, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Ребята помогают нам раздавать памятки водителям. Раздавать памятки водителям, где напоминают правила дорожного движения, что нужно пропускать пешеходов. В особенности люди с белой тростью, они могут перейти дорогу в любом месте, так как они незрячие, если с ними нет сопровождающего лица. Просто напоминаем гражданам, чтобы они не забывали. В Ненецком округе акция «Белая трость» проходит с 15 октября по 12 ноября. Организаторы акции призывают водителей быть внимательными. Соблюдать правила дорожного движения не оставлять свой транспорт на тротуарах и вблизи пешеходных переходов. Не парковаться в местах для инвалидов. А заметив белую трость, уступать дорогу незрячим пешеходам. Водители обязаны уступить дорогу пешеходам, независимо переходят они по пешеходному переходу и вне пешеходного перехода, подающие сигнал белой тростью. Напомню, понятие «белая трость» как символ слепоты появилось в 1921 году. Во всемирном масштабе Международный день белой трости, символ незрячего человека, был утвержден 15 октября 1970 года по инициативе Международной Федерации слепых. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Гости из Черногории. Каким Ненецкий округ видят жители других стран, которые приезжают сюда впервые? И в чем изюминка Заполярного края? Ответы на эти вопросы в материале Елизаветы Кабановой. Что отличает Заполярный край от других регионов России? Ненецкая культура которой уделяется особое внимание. Если для даринмарсов изделие из меха и оленя – обыденность, то для туристов это что-то незнакомое и экзотическое. Покупать уже готовое неинтересно. Лучше сделать все своими руками. Останется не только память, но и эмоции. Вот, это моя кукла Уко. Я узнала сегодня, что это кукла на удачу. Ну, я ее сшила, сделала, выбрала сама клюв для нее. И, ну, я не знала, что вообще существует этой кукла и что это что-то традиционное у ненецкого народа. Поэтому, наверное, ее заберу с собой в Черногорию, чтобы мне приносила всегда удачу. Нина – одна из лиц проекта «Россия глазами иностранца» от Байфоренес. Ребята снимают это шоу уже три года. В каждом регионе – новый ведущий. Съемочная группа работает сообща. Каждый знает свое дело и стремится показать родную Россию такой, какая она есть на самом деле. Душевная, непохожая и интересная. Узнавать что-то о своей стране глазами иностранца – это открыть для себя что-то новое и увлекательное. «Показать туристическую, во-первых, составляющую, под какую-то ментальность российскую, это больше даже не как цель, а как факт, то, что может происходить. То есть нам не нужно брать сюда актеров, придумывать сценарии. Мы просто ездим, смотрим, показываем, и человек сам как-то реагирует, интересуется как турист». Сейчас ребята снимают арктический сезон. Поэтому выбор столь маленького заполярного региона был очевиден. А для ненецкого округа это большой плюс. Ведь туристы помогают не только развитию Заполярья, но и приносят деньги в бюджет субъекта. А как можно заинтересовать тех, кто никогда не был в Арктике? Конечно же, картинкой. «Мы показали мнение за эти несколько дней, все многообразие культуры, каких-то этнографических особенностей нашего региона. Поэтому я думаю, что это будет очень полезно для жителей Москвы, для иностранцев, которые также будут смотреть этот проект, посмотреть, насколько уникален самобытие наш регион». Съемочная группа провела в Ненецком округе четыре дня. За это время Нина узнала, что такое ненецкая культура. Как поделилась девушка, ее везде принимали тепло и по-домашнему душевно. От этого ей казалось, что она у себя в стране, в теплой Черногории. Но зацепили Нину не только люди. «Ой, здесь все прекрасно, реально. Мне больше всего нравится ваша природа. То, что есть снег и солнце, что здесь столько всего яркого. Дома даже яркие. Все делаете, чтобы было тепло и уютно всем, которые приезжают, и, наверное, вам, которые живете здесь. Я успела посетить Пустозерский музей, Краеведческий музей, посмотреть, как чум выглядит внутри». На вопрос, что же ей понравилось больше всего, Нина ответила, что отлично провела время, и ей все здесь понравилось. Девушка хочет вернуться в Заполярный край еще раз. Ознакомиться с проектом и узнать, как видят ненецкий округ иностранцы, можно через неделю на YouTube-канале ByForenes, ссылку которого вы видите на своем экране. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Это вся информация к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды.